В сравнении с ручной загрузкой, загрузка шнеком это небо всегда. Навеска и наоборот снятие этого зерноперегрузчика занимает считанные минуты. Добрый день, мы снова с вами на связи. Я Елецкий Хартем, эксперт по технике компании ЛБР. Сейчас мы находимся все там же. Прошлый ролик был про зерновую селку редукторного типа СЗ-5,4 производства Беринсельмаш. Если вы еще не успели его посмотреть, то бегом проходите по ссылке в описании, которая находится под этим видео. А сегодня мы покажем вам, как эту селку здесь загружают. Загрузку здесь осуществляют при помощи шнекового зерно-транспортера польского производства POM Augustus, модель Т-458. Именно о нем сегодня и будет идти речь в нашем ролике. Производительность такого зерноперегрузчика 2-5 тонн в час, что позволяет оперативно загружать как зерновую селку, так и разбрасыватель минеральных удобрений. Рабочая длина шнека 4 метра. За счет этого можно будет производить загрузку даже высокой техники. Гидропривод шнека запитывается от гидравлики техники. Можно управлять шнеком как из кабины трактора, так и любой сельхозмашины. Складывание и раскладывание осуществляется за счет лебедки и установлено на данной модели регулировочной рейки. Данный шнек может монтироваться абсолютно на любой прицеп с высыпным окном на заднем борту. Навеска и наоборот снятие этого зерноперегрузчика занимает считанные минуты. Конструкция данной модели сделана из оцинкованной стали. Это позволяет избежать ситуации, связанной с коррозией деталей, а как следствие увеличение срока эксплуатации данного агрегата. Зерноперегрузчики Т-458 в стандарте оснащены эластичным высыпом. Это позволяет управлять потоком зерна при разгрузке посевного материала либо минеральных подобрений. Кнопка тумблера ставится на краю шнека. Ручное управление облегчает работу при загрузке селок и разбрасывателей. Управлять транспортером можно не только из кабины трактора, но и в процессе загрузки возле бункера с селок или разбрасывателем. Небольшие габариты в транспортном положении позволяют свободно передвигаться по дорогому общему пользу с данным шнеком. С нами сейчас находится водитель хозяйства Анна Укурковская, Ширинкин Сергей Иванович. Не так давно приобрели у нас шнек. Были ли у вас какие-то трудности в процессе монтирования шнека на борт газона? Устанавливаем мы его сами. Никаких трудностей у нас не возникло в установке. Вот мы установили лебедку. В дальнейшем мы установили сам шнек к борту. Потом установили вот эту вот рейку регулировочную, которая поднимает вверх-вниз сам шнек. Дальше в дальнейшем подключили гидравлику к штатной гидравлике газона. Потом подключили мы сам тумблер, который на электрику идет. Вот тумблер подключили. Сергей Иванович, а как тогда получается грузили сейлки ранее и почему решили приобрести этот шнек? Ранее у нас был посевной комплекс Хорж. Сейчас как мы купили еще одну сейлку и у нас появилась потребность загружать их. Вот мы и приобрели шнек для быстроты, как сказать. По сравнению с ручной загрузкой, загрузка шнеком – это небо и земля. По сравнению с ручной загрузкой, насколько увеличилась производительность? Если раньше у нас уходило времени на загрузку сейлки 15 минут, то сейчас, благодаря шнеку, где-то 7-8 минут. Шнек оцинкованный, им также можно загружать и минеральные удобрения. Приходилось ли с ними работать? Да, мы знаем, но пока мы работаем с семенами, с удобрением мы планируем работать поищем. Сергей Иванович, спасибо большое за предоставленный отзыв о нашей машине. Все. Краткий обзор и отзыв на шнековый транспортер Т-458 подошел к концу. Если вас заинтересовала эта техника, то скорее проходите на наш сайт www.lbr.ru по ссылке, которая находится в описании под этим видео. Если вам понравилось видео, то ставьте палец вверх. Подписывайтесь на наш канал и не забывайте ставить колокольчик, чтобы быть всегда первыми в курсе о выходе новых роликов. Субтитры сделал DimaTorzok